Так они могут опознать только рейхсфюрера. Ваша форма их сбивает. Какая форма? Ваша генеральская форма. Ничего не собьешь? Что ли, голым, что ли, сидеть здесь? Тогда напомните им конкретное место хотя бы. Иначе ему очень трудно вспомнить. Они стоят на улицах по 10 часов в день. И все люди, кажется, на одном лице. Ладно. Помогите ей, Майсман. А этого хотя бы помните? Нет, я его не видел. Я вспомню тех, кого я видел. Для следственного эксперимента опознания сейчас нельзя было приглашать других сотрудников гестапо, чтобы не бросать тень подозрений на Штирлица. Поэтому Мюллер поручил провести очные ставки, или точнее опознание тем трем людям, которые были в курсе происходящего. Штирлицу, Айсману, Битнеру. И таким образом он сам оказался в такой необычной для себя роли. Второй полицейский, стоявший в оцеплении у казарм, тоже никого не опознал. Только седьмым по счету вошел тот болезненный молодой Шуцман. Видимо, туберкулезник. Ха, Гитлер. Вы кого-нибудь знаете из этих людей? Нет, по-моему, нет. Вы стояли в оцеплении на Кёппенинг-страссе. Да. Да-да, вот этот господин показал мне свой пропуск. Я пропустил пожар еще. Он попросил вас пропустить? Нет. Он просто показал свой пропуск. Он в машине ехал, а я никого не пускал. И он прошел. А что? Если он не имел права, я знаю приказ пропускать всюду людей из СД и гестапо. Да нет, нет. Он имел право. Вы не думайте, он не врат. Мы работаем все вместе. Он что, искал роженицу на пожарище? Нет. Ту роженицу везли еще ночью. Он ехал утром. Значит, он искал вещи этой несчастной женщины. Вы помогали ему? Нет. Он там, я помню, отнес коляску какой-то женщине. Детскую коляску. Нет, я не помогал. Я был рядом. Она стояла рядом с чемоданами? Что, коляску? Нет. Женщина. Вот это я не помню. По-моему, там лежали какие-то чемоданы. Но про чемоданы я точно не помню. Я запомнил коляску, потому что из нее выпали какие-то вещи. И этот господин собрал их и перенес к противоположному тротуару. Угу. Зачем? А там было безопаснее. И пожарные стояли на нашей стороне. А пожарные шланги. Они могли погубить эту коляску. Тогда ребенку негде было бы спать. А так женщина устроила потом эту коляску в бомбоубежище. И он там спал. Я видел. Угу. Ну, спасибо. Вы нам очень помогли. Вы свободны? Входите. Входите. Всех освободить. Там есть еще пожилой. Он тоже может подтвердить. Ладно, хватит. А почему не пригласили тех, кто был в первом оцеплении, когда меня завернули? Потому что все разъяснилось. Биттнер, вам все точно подтвердили? Да, Групперферрер. Показания Хельвига, который в тот день распределял наряды и контактировался со службой уличного движения, уже доставлены. Все свободны. Штирлиц. А вас я попрошу остаться. Еще на одну минуту. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное, свистят они, как пули у виска. Мгновения, 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 мгновения спрессованы в годах. Мгновения спрессованы в столетия, и я не понимаю иногда, Где первое мгновение, где последнее, у каждого мгновения свой резон. Свои колокола, своя отметина, мгновения раздают, кому позор. Кому бесславие, а кому бессмертье, из крохотных мгновений соткан дождь. Течет с небес вода обыкновенная, и ты порой почти полжизни ждешь. Когда оно придет, в твое мгновение, придет оно большое, как глоток. Глоток воды во время сноя летнего, а в общем надо просто помнить долг. От первого мгновения до последнего. Не думай о секундах свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное, Свистят они, как пули у виска. Мгновения, 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 мгновения.